МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Губернатор Игорь Палецов встретился с журналистами. На Одессе создадут архив народов области. В Одессе ночью опять работали взрывотехники. В Белгороде-Днестровском прошло заседание исполкома. О чем говорили, узнаете в сегодняшнем выпуске. В эфире Бессарабия ТВ. Новости. В студии Ангелина Савенкова. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Губернатор Одессины отвечал на вопросы журналистов и общественников. 19 марта в Одессе Игорь Палеца провел пресс-конференцию. Особое внимание он уделил острым вопросам и проблемам развития и жизни Одесской области. По его словам, целью общения с журналистами стала необходимость донести свое видение ситуации в регионе. Журналисты спросили у губернатора об отношениях, сложившихся с непризнанной Приднестровско-Молдавской республикой. Там живут тоже люди. И, по-моему, около 700 тысяч человек. И они хотят жить наверняка лучше, так как каждый человек, включая даже самые богатые страны, всегда хочет жить лучше, чем он живет. Поэтому, если мы можем этим людям помочь выйти из конфликта и сделать так, без всяких военных вторжений, без размораживания самого конфликта, этот конфликт, конечно, надо решать. Но надо решать так, чтобы они с этим были согласны, чтобы после этого они стали жить лучше. Я готов в этом всем помогать, поддерживать, встречаться. Я очень часто общаюсь с руководителем ПМР, потому что он обращается по разным вопросам рабочего характера. И я не считаю, что у нас сегодня есть угроза с той стороны. Я ее не вижу. У меня нет такой информации. Они, я вам уже говорил, боятся нас точно так же, как мы боимся их в кресле. Эти смухи нагнетаются как в суд, так и нагнетаются там. Поэтому нам надо этот конфликт, конечно, каким-то образом решить. Она не может быть закрыта от всех, эта территория. Как они решат? Может, они захотят присоединиться к Украине, может, к Мамдавии, может, еще как-то, к Киргалубу. Может быть, самостоятельными. Но я-то не знаю. Это их решение. Но мы вместе с ними должны как-то, наверное, находить пути выхода из этой ситуации и с окружающими Приднестровья страны. Это мое личное отношение. Сегодня я проблемы и угрозы со стороны Приднестровья не вижу. Но, опять-таки, может, у меня нет всего объема информации. Не обошел своим вниманием губернатор и проблемы вынужденных переселенцев. По его мнению, в некоторых случаях следует уходить от слова «переселенцы». Если прибывшие в регион не возвращаются домой и хотят остаться жить в области, значит, как отметил Игорь Палица, следует становиться одесситами и начинать работать. «Количество проживающих в переселенцах и уровень их трудоустройства очень разнятся. Есть где работать, есть как работать, есть где зарабатывать. Но государство, наверное, да, за инвалидов, за нетрудоспособных, наверное, государство должно платить. Но это не может продолжаться вечно с людьми, которые могут зарабатывать сами себе на жизнь. Есть уровень оплаты компенсации, но есть всякие механизмы. Нам надо, они должны становиться все, надо уходить от слова «переселенцы». Если они не возвращаются назад, значит, они хотят жить здесь. Это уже граждане Украины, граждане Одессы, Одесской области. Они должны адаптироваться в жизнь на территории Одесской области, обживаться, идти работать, становиться членами нашего общества. В этом все мы будем им помогать. Людям, которые не могут это делать, конечно, будем искать всякие и волонтерам спасибо, и государство, я уверен, заброет все свои обязательства». Отвечая на вопросы журналистов о ценообразовании на продукты питания и медикаменты в Одессе и области, Игорь Палец подчеркнул, что облгосадминистрация держит их на постоянном контроле. «Комиссия областной администрации очень детально просчитывает себестоимость этих 12 продуктов питания, которые должны присутствовать в линейке, необходимой для жизни людей. Мы сегодня работаем с сетями торговыми для того, чтобы даже отдельные поставить принадки для этих 12 продуктов питания, которые будут действительно контролироваться рентабельность до каждой копейки. Что касается лекарств, такая же комиссия сегодня работает и по структуре ценообразования этих лекарств». Игорь Палец также рассказал журналистам о своем понимании роли общественников и активистов в сохранении порядка на улицах города и области. Он подчеркнул, что решать вопросы силовым путем и замещать с собой правоохранительные органы непозволительно никому. «Я имею в виду все организации, которые пытаются какие-то меркантильные интересы прикрывать патриотическими названиями, вне зависимости от их названия, как говорят, близкие они или к губернатору, или близкие они к другой какой-то половине. Я не понимаю, как могут быть патриотические организации, близкие туда или туда. Патриотизм, в моем понимании, это патриотизм по отношению к своей стране. А туда или сюда – это уже какое-то нарушение в расстановке. Поэтому если кто-то где-то, куда-то, кто-то пытается от кого-то забрать или наоборот решить какой-то вопрос, прикрываясь, не будучи даже патриотами, но прикрываясь патриотическим мозгом, вот этого я не приемлю. Я не приемлю насилия на улице. Я не приемлю решение вопроса вместо милиции. Да, милиция по казино, последний случай, который был в один город. Правый сектор, наверное, старался достичь каких-то многих целей. Наверное, было бы правильно сказать милиции, что там работает казино, о чем наверняка милиция знала до этого. Нет доверия к милиции, но нельзя таким образом тоже решать задачи по борьбе с незаконными казино или игровыми залами. Я ярый противник таких вещей. И слава богу, что там никто не погиб, пострадал из журналистов еще плюс казино. Если есть такие вещи, я сейчас обращаюсь к нашим патриотам. То, что я не крышу казино, игральный бизнес или какие-то нелегальные вещи, я думаю, сомнений никаких нет. Подходите ко мне, мы вместе с вами и вместе с милицией под моим контролем будем бороться с этими всеми вещами. Но не надо насилие выносить на улице. Вот это я имею в виду. Губернатор также прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг Одесского нефтеперерабатывающего завода и рассказал о том, что происходит на заводе в последние месяцы. Системами безопасности и выплатой зарплат работникам. Я проработал пять лет на нефтеперерабатывающем заводе руководителем. И действительно, там есть и аммиачное производство, и водородное производство, и нефтепродукты. К нему надо относиться очень аккуратно. И бастующие, которые подходили работники завода к обморозной администрации, обратились к нам с просьбой побыстрее национализировать его, чтобы государство уже начало платить за содержание и пожарной охраны, и беспоклонность за безопасность завода. Сегодня, к сожалению, я не имею возможности туда завести или поставить пожарную часть. Это пока частное предприятие, которое находится под арестом. Когда был митинг по стенам обморозной администрации работников завода по поводу негодной зарплаты, я обратился еще две недели назад письмом к министру МВД и генеральному прокурору с просьбой, что как только поступят первые деньги от реализации арестованного топлива, в первую очередь направить их на погашение зарплаты работникам НПЗ. В чем я очень заинтересован, потому что как минимум она попадает в статистику области, а как максимум это жизни людей, у которых не зашто жить. Поэтому я в этом заинтересован на 150%. Больше, чем те люди, которые старались этих людей вывезти на улицу. В Одессе обезвредили на этот раз неопасную находку. В ночь с 19 на 20 марта взрывотехники выехали на перекресток улиц Решильевская и Мало-Арнаутская для обезвреживания неизвестного предмета. Как сообщили в пресс-службе управления МВД области, вызов поступил ближе к полуночи. Причиной беспокойства стал подозрительный пакет. Для его проверки на место выехали специалисты взрывотехнической службы, которая обезвредила находку малым управляемым зарядом. Опасных и взрывчатых предметов на месте происшествия не обнаружили, сообщили в милиции. В Одессе милиционеры задержали двух работников суда за получение взятки. Сумма, которую требовали служители Фемиды от одесситки, составила 6 тысяч долларов США. Часть денег женщина передала правонарушителям в их рабочем кабинете. Именно в тот момент злоумышленников и задержали правоохранителей. Подробности спецоперации в сюжете Татьяны Бежинарь. Информацию про злочин працівники управления боротьби з організованою злочинністю Одещини отримали у рамках розслідування кримінального провадження, що було розпочато Генеральною прокуратурою України. За ознаками частини 3 статті 368 Кримінального кодексу України співробітниками УБОЗ ГМВС спільно з ГПУ затримано на гарячому під час отримання незаконної винагороди суддю та юриста Суворівського районного суду міста Одеси. Встановлено, що неправомірну вигоду посадові особи вимагали за винесення позитивного рішення у справі про визнання дійсним договору куплі-продажу нерухомого майна. 38-річний суддя та 29-річний юрист вже встигли отримати від громадянки 2,5 тисячі доларів США, коли у їхньому кабінеті з'явилися правоохоронці. Під час затримання та проведення огляду місця події у судді вилучено грошові кошти загальною сумою 3 тисячі доларів США. Також перевіряються інші факти щодо отримання неправомірної винагороди посадовими особами Суворівського районного суду міста Одеси. Встановлено, що всі ці гроші представники органу правосуддя отримали у якості незаконної вигоди від громадян. Розслідування за даним фактом триває. Тетяна Бажинар, Олена Квітковська, Бесараб'я ТВ «Те, що ідея, яку ми назвали етнічний архів народів Одесьчини, це абсолютно робоча назва. Зараз спеціалісти, архівісти обговорюють, чи так його назвати, як організаційно все це зробити, тому що є специфіка, звичайно. Сенс цієї ідеї полягає в тому, що в Державному архіві Одеської області з включенням чи з невключенням до складу, виміжте, до Національного архівного фонду формується, ми наполягаємо, як окремий архів в архіві, це наша позиція поки що, чи то формується як окремий фонд, чи то формується як окрема колекція. Як це воно буде все це називатися і як воно до кінцевого вигляді буде виглядати, ви почайте за татологію, це не є питання сьогоднішнього дня. Кінець ідеї полягає виглядати, що вона буде виглядати, як оптимальне кількість членів із полкома Білгород-Дністровського і хто буде входити в його состав, вирішали на засіданні сесії Горсовета. Подробності обговорення смотрите в сюжеті Татьяны Біжинарі. 15 чи 11 членів виконкому Білгород-Дністровської міської ради регулюватимуть та управлятимуть суттєвою часткою суспільних справ у місті в найближчий час. Питання виявилося суперечливим. Міський голова запропонував зменшити його чисельність. Натомість частина депутатського корпусу з цим не погодилися. Депутат зазначив, що виконком – це дуже серйозний орган, що наділений великою кількістю повноважень. А відтак при формуванні його чисельності необхідно чітко дотримуватися норм чинного законодавства. Олександр Македонський вважає, що у випадку, якщо прийняти рішення про зменшення чисельності виконкому, то управління ним автоматично перетворюється на лобіювання інтересів певного кола людей. Таким чином, 6 членів виконкому при запропонуваних 11 – це більшість, які можуть проводити засідання будь-коли і за будь-яких умов. Іншими словами, кворум, необхідний для проведення роботи, завжди буде. Більша часи на депутатського корпусу переконана, що оптимальна кількість членів виконкому – 15 осіб, серед яких керівник міліції, податкової служби, громадської ради, що дасть змогу дбати про інтереси громади міста, а не окремої когорти осіб. Ігор Нечепуренко вважає, що до складу виконкому мають входити ті, хто здатен по-господарськи навести лад у місті, а не лише видавати накази. Вже на наступному засіданні сесії депутатський корпус має затвердити запропонований перелік кандидатур виконкому у кількості 15 осіб. Тетяна Бажинар, Олена Квітковська, Бесараб'я ТВ На Одесьчині продовжують знаходити взрывоопасні предмети. 19 марта в половині 11 втро в службу спасення Сарати поступило сообщення о страшній знаходці. На 118-м км перегона Кантемерку-Левча сотрудники железной дороги во время обхода обнаружили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны калибра 85 мм. А в 16.45 в Беляевском районе за пределами села Великий Дальник во время проведения полевых работ местні жители наткнулись на артиллерийский снаряд калибра 76 мм і гранату РГД-5. Обе находки так же относятся ко времени Великой Отечественной войны. Как сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, на место происшествия для обезвреживания направили группу пиротехнических работ. Ряд депутатов Белгороднестровского городского совета всерьез задумались о здоровье горожан и поддержке местных стадионов, площадок и спортзалов. Стадион в центре города находится в аварийном состоянии. В некоторых микрорайонах вообще нет мест, приспособленных для занятий спортом. А школу номер 4 ущемили в правах, отдав ее законную землю, вместо того, чтобы устроить там школьную площадку для уроков физкультуры. Об этом рассказала представитель депутатского собрания Любовь Капустина. Но активнее всего народные избранники взялись пока помогать школе-саду на совхозе. Пустующую котельную намерены превратить в тренажерный зал. Для этого добились выделения из городского бюджета 325 тысяч гривен. Денег мало, но мы будем стараться, пообещала депутат. Он имеет статус спортивного зала, школы-сад. А вот отсюда, имея статус, есть типовое положение, что должно быть в этом спортзале, и как его будут использовать и приспособленность к местному населению, это уже будут договорные отношения с жителями города. Вы знаете многие, что на территории нашего города во многих школах спортивные залы используют внеучебное время, также и жители, и спортивные клубы. Что касается труп, ограждения, все это вывезено и отдано под сохранность, и не разворовано на данный момент. То есть то, что когда было передано, то есть когда нам удалось легализировать этот статус бывшего здания и территории, все это зафиксировано и сохранено. К сожалению, до того момента, пока мы доказывали и принимали решение о передаче, мы не несем за это ответственность. Милиционеры поймали подозреваемого в сожжении людей. Сотрудники патрульной службы задержали злоумышленника в Одессе. Во время личного досмотра они обнаружили у 22-летнего жителя Белгороднестровского района паспорт Одессита, который ранее сгорел в собственной квартире вместе с товарищем. Милиционеры доставили мужчину в отделение. Установлено, что он уже был судим и находится в розыске за совершение кражи и использование в преступных целях чужих документов. Как выяснилось, в день пожара парень гостил у погибшего. Там вместе с хозяином и его знакомым они выпивали. Чуть позже двое мужчин уснули, а преступник, воспользовавшись этим, присвоил паспорт хозяина и его банковскую карточку. С целью сокрытия следов преступления молодой человек пошел на кухню и открыл вентили на газовой плите. Убедившись, что газ поступает в помещение, он поджег белье, которое сушилось над комфоркой. В квартире возник пожар, спавшие мужчины погибли, сообщили в областном управлении МВД. Весенний призыв, дороги и неработающие светофоры, бесплатные обеды и хлеб. Эти и другие вопросы рассмотрели на заседании исполнительного комитета в Белгороде-Днестровском. Какие решения приняли и что ждет горожан, смотрите в следующем сюжете. Призыв граждан Украины на срочную службу намечен на апрель-май. В связи с этим мужское население Белгорода-Днестровского 1988-1997 годов рождения вызывают на прохождение медицинской комиссии. В соответствии с указом президента Украины от 17 февраля этого года изменен срок службы. Призыв подлежат граждане от 20 до 27 лет. Соответственно, с этим указом срок службы увеличен на полгода. Срочная служба для солдат-сержантов, не имеющих высшее образование, теперь полтора года. И срок службы для имеющих высшее образование солдат-сержантов, срочная служба – один год. А решением местного исполкома утверждена выдача горячих обедов малообеспеченным горожанам. Этим занимается Белгород-Днестровский территориальный центр. Также планируется выдача талонов на бесплатное посещение бани и получение хлебобулочных изделий. На этой цели предусмотрено у нас 54 тысячи каждый месяц, начиная с 1 апреля. Как и где неимущие горожане смогут получить бесплатную еду, поинтересовался один из членов исполкома. В преддверии празднования 70-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Забытые имена воинов, погибших в боях при обороне города и умерших от ран, будут увековечены. С прошлого года, почти год, работала соответствующая рабочая группа, на рассмотрение которой были представлены имена 31 воина. Четыре из них погибли и умерли от ран в госпиталях, которые были расположены в городе в 1941 году. Период с 23 марта по 23 мая ознаменуется работами по благоустройству города и прилегающих к нему поселков. На 27 и 28 марта, 3 и 4 апреля назначены общегородские субботники. 17 и 18 апреля пройдет день окружающей среды. Городские светофоры отремонтируют, ямы на дорогах залатают, заверил начальник коммунального предприятия благоустройства. Светофор один, работает, три не работают. А если с одной стороны одна лампочка загорается, с другой стороны четыре лампочки не горят. Вот что не хватает, я не знаю. И при том, есть такие моменты, когда стоит большегрузная машина, и получается, что не видно, высокая машина, не видно, потому что с левой стороны, вот по Измаильской, лампочки вообще не горят. А там или красный, или зеленый, или машина поломалась, неизвестно. Вот такой вопрос. И Игорь Николаевич, и надо, наверное, дожди уйдут, коль у нас нет денег, но хотя бы немножко засыпать эти ямы. Вчера и сегодня получили лампы «Филипс», не вот эти одноразовые, которые мы с светофором закрошили по 100 штук на неделю, а «Филипс» получили уже, не платили, не в казачейство, а получили в руки. Сейчас вот дождик закончится сегодня, и мы начнем ставить вышка во все светофоры в кучу лампочки. Что касается светофора. Так она и есть, проблемы есть, никто не отрицает все. Что касается дорог, пока температура там не позволяет, у нас измельченная есть асфальтовая смесь, мы готовы, только дождик уходит, вода уходит, мы начинаем засыпать опять ямы, в очередной раз. Ну, так. А с 20 марта по 20 апреля в Белгороде-Днестровском снова сезонная ярмарка. 22 марта в воскресенье в 10 утра начнется крестный ход по маршруту. От церкви великомученика Иоанна Новосачавского, далее по улицам Калинина, Ленина, Леона Попова до свято-Иоанно-Притеченской греческой церкви. По улицам Ушакова, Измаильской, Кишиневской до Свято-Георгиевского храма, Болгарской церкви, Свято-Покровской, Переможненской церкви и до источника святого Иоанна Сачавского. Ангелина Савенкова, Елена Квитковская, Анатолий Лукенчук, Бессарабия ТВ. Такими увидели новости последнего рабочего дня недели наши корреспонденты. До встречи в понедельник. С вами была Ангелина Савенкова. Всего вам доброго и хорошего отдыха. Савенкова, Елена Квитковская, Анатолий Лукенчук, Бессарабия ТВ.